14-летние воспитанники хоккейного клуба «Чайка», победившие в этом году в городском турнире «Золотая шайба», остались без наставника. Андрей Сауков, которому было всего 37 лет, умер внезапно, когда вместе с командой «Чайка» ехал на очередной матч первенства области. Вспоминают о своем тренере и молодые хоккеисты, которые пять лет назад тоже сражались на ледовых аренах Самары за престижные трофеи. Максим Кубельский говорит, для Андрея Саукова каждый матч был решающим. Поражение и победу он принимал близко к сердцу. Он всегда как бы жил игрой, прям погружался в нее полностью и радовался победам тоже искренне вместе с нами. Тоже очень ярко, бурно, эмоционально и за поражение вместе с нами переживал. Тренер Андрей Сауков хоккеем увлекся еще когда учился в школе. Окончив педагогический институт, пришел работать детским тренером в хоккейный клуб «Чайка». Судьба отмерила ему чуть больше 15 лет на этом сложном пути. Но и за это время на его счету несколько сотен побед. Некоторые его воспитанники стали профессионалами. Но и те, кто остался в любителях, благодарят за то, что он сумел привить ему любовь к этой замечательной игре, рассказывают родители. Он имел большую мечту воспитать как можно больше детей в хоккее. То есть у него была реальная цель. Он сам любил хоккей, прививал эту любовь к детям. Он с ними был действительно на одной волне. Да, иногда мог и повысить голос, но заделал, так скажем. Но дети его любили и любят. Этот хоккейный сезон для тренера «Чайки» Андрея Саукова тоже получился золотым. Первые места на пьедестале почета как на городском этапе турнира «Золотая шайба», так и на областном. Успешно выступает команда и в областном первенстве. За последние 10 лет это самый успешный тренер. И если брать в пример даже этот сезон «Золотой шайбе» 21-22, то 4 места первых в городских соревнованиях, два возраста его выиграли. Два выиграли первое место в областных соревнованиях, его команда тоже стала победителем. Федерация хоккей «Самары» совместно с хоккейным клубом «Чайка» в память о детском тренере Андрея Саукове планирует ежегодно проводить турнир-мемориал. Первые соревнования состоятся уже в этом году, а со следующей весны, в начале апреля, в День памяти Андрея Саукова. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.